Если бы крестьянским хозяйствам выдавали льготные кредиты по 2% годовых, то можно было бы не только увеличить по голове скота, но и продавать мясо и молоко по доступным ценам, уверена руководитель крестьянского хозяйства Рахила Смаева. Владелец крестьянского хозяйства Кывыш из Аула Досан Рахиля Смаева рассказывает, что подняла его с нуля. Хозяйство создано в 2013 году. В начале было всего 40 голов крупного рогатого скота, потом их по голове увеличилось, сейчас их более 100. У меня в основном молочный скот, есть еще табун лошадей. Недавно открыла магазин. Продаем молочную и мясную продукцию. Килограмм мяса у нас стоит 1700 тенге. Обеспечиваю работой 15 человек. Если бы нам выдавали кредиты по 2% годовых, то можно было бы продавать мясо и молоко по доступным ценам в социальных магазинах. Или же государство субсидировало бы глубокую переработку мясных и молочных изделий. То можно было бы не импортировать, и фермеры смогли бы удовлетворить спрос населения. Хотим увеличить по голове скота. Спрос на местную продукцию большой. Если бы мы получали льготное кредитование или субсидирование за глубокую переработку, то можно было бы расширить хозяйство. И мы могли бы заполнить все социальные магазины. Нельзя решать проблему без финансовых средств. Решение есть. Например, как говорит фермер Смаева, это выделение достаточного количества обработанных средств. Кредиты по 2% сельхозпроизводителям. Но с условием поставки по фиксированным ценам ниже рыночных. Второе. Создание прямых каналов продаж. Чтобы продукция от фермера поступала напрямую на рынки. Потому что базары это те же самые монополисты. Они держат цены. Президент поручил ввести регулирование цен на социально значимые товары. А вечные проблемы крестьянских хозяйств, невозможность получить кредит из-за низкой оценки банков второго уровня, их залогового имущества, нехватка земель сельхозначения рядом с населенными пунктами, пока не позволяют это сделать.